Привет, друзья! Рад видеть вас на втором уроке. Напомню, мы сейчас с вами изучаем один из вариантов механики импровизации кентата. Первый урок у нас был посвящен prayer position. Это ручки у нас так вот зеркально открывались и закрывались. Второй урок называется levels, то есть уровни. Сейчас мы с вами попробуем ставить разные фигурки и менять для них, соответственно, уровень. Значит, фигурка, которую я вам хочу предложить, выглядит она следующим образом. Руки ставятся prayer position. Сейчас вы открываете не обе руки, а вы попробуете открыть всего лишь одну руку. Значит, вот здесь самая распространенная ошибка. Многие делают все верно, но локоть немножко торчит вот куда-то вбок. Постарайтесь все-таки локоть прижать к своему телу, чтобы у вас как бы вот здесь образовался вот такой вот квадратик, боксик. Давайте его называть боксиком. Вторая маленькая деталь, секрет. Обратите внимание вот на эту ладонь. Многие делают так. То есть вот эту ладонь тоже куда-то в бокс смещает. Это не есть хорошо и нарушает всю вашу геометрию. Еще раз, у вас есть prayer position. Напомню, руки на уровне стола. Prayer position. И одна из рук открывается. То есть одна рука неподвижна, вторая прижат локоть. Сложили. Давайте попробуем с другой рукой. Открыли, собрали. Открыли, сложили. Открыли. А теперь маленький секрет. Поменяем уровень. Сложили. Открыли, поменяли уровень. Сложили. Не торопясь. Открыл. Ударно поднял. Ударно сложил. Ударно открыл. Опустил. Раз, два, три. Фу. Можно чуть побыстрее сделать? Та, 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 та. Супер! Теперь вот эту штуку попробуем прогнать по всем уровням. О каких уровнях я говорю? Вот самый комфортный, так назовем, средний уровень. Чуть посложнее. Второй уровень. И самый сложный, вот этот уровень. Давайте попробуем наши коробочки поднять боксики снизу вверх. Смотрите. Открыли, подняли, перестроили, подняли. Здесь следите за тем, чтобы локоть, вот этот вот локоть, да, не оттопыривался куда-то вбок. Подожмите его к себе. Отлично. Поменяли, опустили, поменяли, опустили. Теперь смотрите. Я не обозначил, но я думаю, вы уже поняли, в чем идея. Мы руку не просто открываем и закрываем, а сейчас можем попробовать менять коробки одновременно. То есть у вас одна рука укладывается в prayer position, вторая перестраивается куда-то вбок. И здесь очень внимательно следите за тем, чтобы вот линия центральная, проходящая через, ну, ваше тело и делящие ваше тело на левую и правую части, вот ваши ладони укладывались на эту линию. Не как-то вот так. Это не есть круто. Вот. А вот посмотрите, prayer position. Одна коробочка, одна рука поднимается, вторая на ее место становится. Отлично. Подняли. Перестроили. Вот здесь вот еще раз давайте внимательно посмотрим на локти. Видите, локти смещаются. Локти смещаются. То есть вы не только меняете коробку, но и при этом еще немножко смещается локоть. Подставили руки, фигурки на голову. Поменяли, опустили, поменяли, опустили, поменяли. Теперь сделаем такой фимт. Опустим руки вообще вниз. Вот здесь обратите внимание, рука, вот похоже на кочергу, она прямая. Старайтесь сделать так, чтобы локоть у вас, ну, никто же куда-то в сторону не оттопыривался. И, соответственно, вторая рука, которая prayer position держит, у нее локоть тоже немножечко вперед. Еще одна из ошибок, очень таких частых, это разрыв от рук. Постарайтесь все-таки руки держать вместе. Понятно, здесь рука в предплечье не совсем параллельно полу, но для иллюзии, для того, чтобы зрителю нравиться и кентат зрителям был воспринят, очень важно, чтобы углы были на ладонях. Угол между ладошками. Поменяли, подняли, запястье на уровне плеча, поменяли, вверх, поменяли, наверх. Прямо на голову руки ставим. Раз, два, три, фо. Раз, два. Напоминаю, урок у нас называется уровни. И вот наши коробочки сейчас бегают по этим уровням. Руки мы не разрываем. Ручку одну из ставим на центральную линию. И вот так вот не торопясь. Можно немножко ускориться. Поставить ритмический трек. Трек, где очень ярко выделена какая-то из долей. И вот так постоять чуть-чуть побалдеть. Не забываем улыбаться. Хорошо. Смотрите, когда вы будете делать очень резко и вот так вот ударно, руки очень быстро устанут. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы ваши ручки не были супер напряжений. Потому что если вы будете руки очень сильно держать напряженными, то во время выступления можете потерять контроль над ними. Поэтому давайте сейчас подведем итоги. У нас сейчас был второй урок. Называется он уровни. Еще, что самое важное, мы узнали, что есть, оказывается, вот такие коробочки. И вот эти коробочки, они образованы, напомним, между ладошкой одной и второй. Мы с вами смещали по уровням. У нас есть самый верхний уровень, средний уровень, второй средний уровень и нижний уровень. И еще маленькая деталька, когда вы делаете коробочки, не разрывайте руки. Пока? На этом наш второй урок подходит к концу. А мы увидимся с вами на третьем уроке. Продолжение следует...